Здравствуйте, дорогие читатели! В рамках онлайн-акции «Сказки доброты. Новогодние истории» Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова предлагает послушать произведение Михаила Лорионовича Михайлова «Два мороза». «Два мороза» – сказка о том, что работа согревает лучше всякой барской шубы. Это наглядный пример пословиц. Топор лучше шубы греет, лучше в труде сгореть, чем замерзнуть в безделье. Зимняя сказка про двух братьев Морозов – классика, известная многим поколениям. Михаил Михайлов, современник Некрасова и Тургенева, пересказал народную сказку так живо и весело, что ее до сих пор с удовольствием читают дети. В иллюстрациях Николая Александровича Шеварева замечательно сочетаются зимние пейзажи, сказочная красота снежных вихрей и узоров, забавные и живые образы волшебных персонажей. Убедитесь в этом сами! Итак, Михаил Лорионов, «Два мороза». Гуляли по чистому полю два мороза. Два родных брата с ноги на ногу поскакивали, рукой об руку поколачивали. Говорит один мороз другому, «Братец мороз, багровый нос, как бы нам позабавиться, людей поморозить?» Отвечает ему другой. «Братец мороз, синий нос, коль людей морозит, не по чистому нам полю гулять». Поле все снегом занесло, все проезжие дороги замело, никто не пройдет, не проедет. Побежим-ка лучше к чистому бору, там хоть и меньше простору, да зато забавы будет побольше. Все нет-нет, да кто-нибудь и встретится по дороге. Сказано, сделано. Побежали два мороза, два родных брата, в чистый бор. Бегут, дорогой тешатся, с ноги на ноги попрыгивают, по елкам, по сосенкам пощелкивают. Старый ельник трещит, молодой сосняк поскрипывает, по рыхлому снегу пробегут, кора ледяная, былинка лезь под снегу выглядывает, дунут, словно бисером ею всю унижут. Послышали они с одной стороны колокольчик, а с другой бубенчик. С колокольчиком барин едет, с бубенчиком мужичок. Стали морозы судить, дорядить, кому за кем бежать, кому кого морозить. Мороз синий нос, как был помоложе, говорит, «Мне бы лучше за мужичком погнаться, его скорей дайму». Полушубок старый, заплатанный, шапка вся в дырках, на ногах кроме лаптишек ничего. Он же никак дрова рубить едет, а уж ты, братец, как посильнее меня, за барином беги. Видишь, на нем шуба медвежья, шапка лисья, сапоги волчи. Где уж мне с ним? Не совладаю. Мороз багровый нос только подсмеивается. Молод еще ты, говорит братец. Ну да уж быть по-твоему, беги за мужиком, а я побегу за барином. Как сойдемся под вечер, узнаем, кому была легка работа, кому тяжела. Прощай пока, мист. Прощай, братец. Свистнули, щелкнули, побежали. Только солнышко закатилось, сошлись они опять на чистом поле. Спрашивают друг друга, что? То-то, я думаю, намаялся ты, братец, барином-то, говорит младший. А толку, глядишь, не вышло никакого. Где его было пронять? Старший посмеивается себе. Эх, говорит, братец Мороз синий нос, молод и прост. Я его так уважил, что он час будет греться, не отогреется. А как же шуба-то да шапка-то да сапоги-то? Не помогли. Забрался я к нему и в шубу, и в шапку, и в сапоги, да как начал занобить. Он-то ежится, он-то жмется, докутается. Думает, дай-ка я ни одним суставом не шевельнусь. А вось меня тут Мороз не одолеет. А не тут-то было, мне-то это и с руки. Как принялся я за него, чуть живого в городе из повозки выпустил. Ну а ты что со своим мужичком сделал? Эх, братец Мороз, багровый нос, плохую ты со мной шутку шутил, что вовремя не образумил. Думал, заморожу мужика, а вышло, он же и отломал мне бока. Как так? Да вот так. Ехал он, сам-то видел, дрова рубить. Дорогой начал было я его пронимать, только он все не робеет, еще ругается, такой говорит, всякой этот Мороз. Совсем даже обидно стало, принялся я его еще пуще щипать да колоть. Только ненадолго была мне эта забава. Приехал он на место, вылез из саней, принялся за топор. Я-то думаю, тут мне сломить его. Забрался к нему под полушубок, давай его язвить. А он-то топором машет, только щепки кругом летят. Стал даже пот его прошибать. Вижу, плохо, ни усидеть, ни под полушубком. Под конец индопар от него повалил. Я прочь поскорее. Думаю, как быть? А мужик все работает, да работает. Чем бы зябнуть, а ему жарко стало. Лежу, скидывает с себя полушубок. Обрадовался я. Погоди же, говорил, вот я тебе покажу себя. Полушубок весь мокреханек. Я в него забрался, заморозил так, что он стал лубок-лубком. Надевай-ка теперь, попробуй. Как покончил мужик свое дело, да подошел к полушубку, у меня из сердца взыграло. То-то потешусь. Посмотрел мужик и принялся меня ругать. Все слова перебрал, что нет их хуже. Ругайся, думаю я себе, ругайся, а меня все не выживешь. Так он бранью не удовольствовался, выбрал полено подлиннее, да посучковатее. Да как, примется по полушубку бить? По полушубку бьет, а меня все ругает. Мне бы бежать поскорее, да уж больно я в шерсти-то завяз, выбраться не могу. А он-то колотит, он-то колотит. На силу я ушел, думал костей не соберу, до сих пор бока ноет. Закаялся я мужиков морозить. То-то. На этом мы завершаем громкие чтения книги. Желаем вам весело и с пользой провести долгожданные новогодние каникулы. Играйте в снежки, катайтесь на коньках и лыжах, разгребайте снег у дома, одним словом двигайтесь, и тогда вам никакие морозы не страшны будут. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok